Привет, меня зовут Марат Акзямов, я технолог и художник-декоратор. В этом видео я расскажу и покажу технику нанесения материала мокрый шелк, но это не тот самый материал, к которому вы все привыкли. Традиционные шелка, они более прозрачные. Вы видите, я нанес на картонку черным маркером полосы и я сейчас продемонстрирую, что этот мокрый шелк закроет их в два слоя и в процессе расскажу одну очень интересную вещь. Давайте приступим к нанесению и вы все сами увидите. Поехали. Итак, прежде чем мы приступим к нанесению, я расскажу два слова, буквально очень коротко о колеровке материала. Я использовал обычный колорант палиш. Какой колорант в принципе не принципиально использовать, вы можете использовать любой, который продается в любом строительном гипермаркете. Добавил я колера, чтобы получить, это у меня номер 14 фисташковый цвет, чтобы получить этот цвет я добавил в материал 2 процента, то есть 20 миллилитров или 20 грамм на 1 килограмм материала или вот такую вот такую баночку на 5 килограмм шелка. Давайте посмотрим, что у нас получится. У меня есть собственный материал. Этот материал в данный момент ничем не разбавлен и он такой достаточно густой и плотный. Хочется сказать, что густота не является показателем качества и я этот момент вам объясню и расскажу в процессе нанесения, о нем вернее. Давайте приступим к нанесению. Первый слой материала нужно просто нанести равномерно на поверхность для того, чтобы закрыть, если у вас на поверхности после подготовки были царапины, то этот материал их скроет, так как вы видели, что материал находится в массе, в состоянии, ну можно сказать, что это почти шпаклевка. Чем же отличается этот шелк от многих других? От традиционных, к которым мы в принципе привыкли. Ну и вы, как декораторы, возможно, уже работали с мокрыми шелками, то вы привыкли, что это материалы прозрачные, под них необходимо колеровать основание. Желательно делать покраску в два слоя, чтобы у вас был ровный цвет. После того, как вы покрасили основание, вы уже наносите сам материал и если у вас есть какой-то разнотон, подложка, например, чуть темнее самого материала или наоборот, то этот разнотон очевиден не только для вас, но и для клиента. Поэтому в процессе я буду рассказывать, что побудило создать этот материал. Да именно лень, лень и побудило, потому что мне было всегда лениво и меня всегда дико раздражала необходимость покраски оснований. Какой-то мусор у меня тут попадается. Это, видимо, с картонки. Я не очень хорошо протер. Видите, я не грунтовал поверхность, не красил. И сделал это намеренно для того, чтобы показать, что ничего страшного не произойдет. В материале очень много латекса и, как следствие, у него великолепнейшая адгезия к основанию. При этом материал выдерживает хорошо влажную уборку. Ему не требуется дополнительная защита лаком. Ну и основной момент, что материалу не нужно колеровать саму основу. Все, первый слой у меня нанесен. Теперь мне нужно дождаться высыхания. Но прежде чем мы приступим к нанесению второго слоя, я сейчас переверну образец обратной стороной и расскажу вам кое-что интересное, пока у меня сохнет первый слой. Что я сейчас сделаю. У меня есть отдельная баночка. Я сюда отлил 50 грамм материала. И у меня есть вторая баночка, где 50 грамм обычного акрилового фасадного лака. Сейчас я их смешаю. Сейчас я добавлю лак в мой материал. Итак, у меня было 50 грамм шелка и волшебным образом теперь стало 100. Но это еще не все. Самое интересное будет сейчас. Вот прям, вот прям почти сейчас я нанесу. Ой, простите, так. Я нанесу небольшой участок, на небольшой участок материал. И вот ваш любимый традиционный мокрый шелк. Супер пластичная масса, красивый эффект, низкий расход. То, к чему мы все привыкли. И то, с чем мы обычно сравниваем. Я часто встречаю возражения по поводу у вас дорогой мокрый шелк. Или чем он отличается от других материалов. Ну вот, пожалуйста, простое применение обычного шелка. Видно, надеюсь, что полоски просвечивают. В два слоя, если нанести, мы это сделаем в процессе нанесения, полоски все равно останутся. Они будут не столь очевидны. Но, естественно, они останутся. И вот это вот будет как раз состояние обычного шелка. В строительных гипермаркетах он еще более прозрачный. Ну вот, видите, я достаточно долго с ним работаю на поверхности. Он у меня не задирается. Он по-прежнему мягкий и пластичный. С одним но. Он прозрачный. Давайте я верну все на место. Я сейчас верну все на место. Ну что ж, сравниваем. Я вижу, камера, возможно, не передаст, но я вижу, что вот есть еще местами непрокрасы. Но на 80-90% данный материал, который более плотный, закрыл поверхность и черного маркера не видно. А это значит, что, пользуясь этим шелком, вам не нужно красить основание. Используя этот шелк в работах, вам не страшны царапины, которые остались после маляров на поверхности. Потому что, если не на 100%, то на 90% самые глубокие царапины будут скрыты и не будут очевидны. Как для вас, так и для клиента. Более плотный шелк, соответственно, создаст более красивую 3D-фактуру. Более глубокую. Ну что ж, давайте дождемся окончания высыхания и нанесем второй слой. Так, у меня высох первый слой материала. Сейчас я приступаю к нанесению второго слоя. Перед нанесением второго слоя я разбавил материал буквально на 10% водой. Для того, чтобы эффект был... Эффект полегче немножко давался и материал был несколько жижей. И тем самым стал немножечко пластичнее. Это будет важно при нанесении именно второго слоя. На первом слое я материал не разбавлял. Итак, наблюдаем. Наношу аналогично первому слою на небольшой участок материал. И круговыми разнонаправленными движениями формирую начальный рисунок. Как вы видите, техника нанесения не отличается большими сложностями. Благодаря материалу, который очень мягкий и пластичный, работа превращается из каторги в удовольствие. Итак, начальный рисунок у меня сформирован. Этот процесс нужно будет повторить еще один-два раза по мере подсыхания материала. Сейчас вы все увидите. Важный момент. Работать нужно всегда чистым инструментом, не позволяя зарастать краской к краям инструмента. После непродолжительной паузы я повторно приглажу, разглаживая следы от инструмента. Попутно проверяю, есть ли у меня где-то непрокрасы. Если таковые имеются, то точечно в эти места, уверен, что, наверное, камера не передаст, но у меня вот есть пара мест, которые я вижу. Ну и прям я точечно в эти места добавлю материал. И точно так же разглажу. Иногда мне задают вопрос, это такой скорее из моментов, скорее это лайфхак. Иногда мне задают мастера, почему вы не держите кельму правильно, таким образом. Часто отвечаю, что потому что, когда работаем всей плоскостью кельмы, она бывает прилипает, и достаточно сложно формировать рисунок. Когда мы работаем обратной стороной, то мы работаем, получается, фактически одной третью. И, соответственно, инструмент к поверхности практически не прилипает. Тем самым проще создавать рисунок на поверхности. Собственно, практически все. Мой образец готов. Продемонстрирую, что у меня получилось. После того, как материал высохнет, я сниму скотч и сниму это максимально близко. И пока материал высыхает, мы вернемся к обратной стороне нашего материала, где у нас нанесен тоже шелк, но, как вы видите, черные полосы от маркера просвечиваются. Я нанесу сюда аналогичным способом второй слой материала. нанесу сюда. И точно так же При такой же технике нанесения мы его разгладим. И что хочется отметить, смотрите, даже разбавленный он уже на 70-80% перекрыл черные полосы от маркера. Но мы еще не закончили. Теперь я приглажу повторно. Процесс приглаживания происходит в 2-3 этапа по мере подсыхания материала и зависит от желаемой фактуры. Обычно это делается в 2-3 приема. Ну вот, получается 2 мастер-класса в одном. Как вы можете наблюдать, черные полосы практически не видны. А что это значит? Что если вы под этот материал разбавленный на 100%, который у вас вдвое стал дешевле. Ну, почти вдвое. Если вы будете использовать под него цветные основания, то вы можете работать с ним как с традиционным шелком, который есть практически у каждого производителя. Ну вот, на сегодняшний день, наверное, у каждого. И даже в таком состоянии он качественно лучше, чем шелка от многих других известных нам производителей. Ну вот, классическая фактурка мокрого шелка, вот вполне себе традиционная. У тонких шелков, плюс-минус, она вся похожа. Чуть больше может быть блеска. При этом, так как я материал разбавил не водой, а лаком, при этом лак был не интерьерный, а фасадный, то в таком амплуа материал я могу использовать и во влажных помещениях. В принципе, даже можно делать это и на фасаде. Но вернемся к тому, с чего мы начали. А здесь все-таки фактура материала. Может быть, она не так блестит ярко, но зато она куда благороднее и изысканнее. На этом хочу закончить. Сейчас я сниму скотч, когда у меня, вернее, когда полностью высохнет материал, я сниму скотч. И на этом этот мастер-класс мы можем считать завершенным. Но у меня есть всего один момент, который мне необходимо вам все-таки еще показать. Одну секунду. Я сейчас поставлю на паузу. Итак, дорогие зрители, покажу сейчас момент. Вот у меня выкрас, сделанный на флизелиновой основе. Мне хочется показать вам, вот прям при вас, на камеру, что я сейчас сделаю. Надеюсь, камера сможет передать. Таким образом, я хотел показать вам, что материал сдерживает образование микротрещин. Помимо того, что материал пластичный, гипоаллергенный, скрывает царапины, он еще и сдерживает образование микротрещин. Данный материал я многократно наносил и на штукатурку машинного нанесения, и на бетонные стены. У меня у самого дома сделаны покрашенные стены этим материалом, прям на бетон. Вот такой краткий по скрипту. Выводы делайте сами. Всем успехов, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok